Восточная сказка Он говорит, что за сова-то? Он говорит, нет, сова, она как бы символ мудрости. Я здесь даю советы, сова вытаскивает советы. Вот есть дешевые советы, есть дорогие. Царь говорит, смотри, я богатый человек, я вот тебе даю золотую монету, дай мне самый лучший совет, который только есть вообще, который существует. Можешь сделать? Хорошо, он говорит. Я даю тебе лучшие из своих советов. Делай все, что ты делаешь, но всегда думай о последствиях. Делай, что делаешь, но думай. В каждом действии думай о последствиях. Все. Пошел царь, вернулся во дворец. У него были два самых верных преданных советника. Один из них военный, второй финансовый. Он с ними все обсудил, как всегда. И все думает над тем, что сказал ему мудрец. На следующий день, начало нового месяца, и явился цирюльник, чтобы его, как обычно, побрить и постричь. Король устроился в кресле, а цирюльник, значит, готовит бритву, которую она печена, бреет ему, там, губору, раскладывает инструменты. А царь все думает, и все из головы не ходит. И тут он вслух повторяет. Делай, что делаешь, но всегда думай о последствиях. И второй раз повторяет. Делай, что делай. Вдруг цирюльник разразился слезами, бросает бритву, бросается на колени. И старина его умоляет, чтобы царь не казнил его, он не планировал, это его заставили. Король понял, что происходит что-то крайне важное. И говорит, что вставай, рассказывай, немедленно, если хоть упустишь маленькую деталь, сетир башка. И тот дрожащим голосом описал, что ведущие советники, один и второй финансовый военный, наняли его, чтобы он во время бритва перерезал горло, убил царя, а тут уже готовы власть поднять. Он сказал, что меня шантажировали, меня заставляли, и так далее. Король, в виде искренней раскаяния этого цирюльника, сказал, подожди, вызвал стражников, ну, конечно, заковали в цепи, отвели. Дальше нам это мало интересно. Делай, что делаешь, но всегда думай о последствиях. Это не просто хороший совет, который спас в этот раз жизнь королю, например. Это правило, касающееся, написали мудрецы каждого из нас. Необходимо задуматься о последствиях каждого нашего дела и каждого нашего слова. Если кто обращал внимание, все проблемы человека в жизни связаны с чем-то сказанным или с чем-то сделанным. Все это надо сейчас обдумать, особенно в илюле. Если вы помните, в главе Илье было написано, сегодня я предлагаю тебе благословение или проклятие. Зачем слово сегодня? Предлагаю тебе благословение, ты выбираешь каждый сегодня, потому что написано, что каждый отдельный день, это сегодня. И сегодня мы делаем выбор. Не вчера, уже было вчера, завтра неизвестно, что будет. Мы сегодня делаем выбор, вот этот день сегодняшний мы превратим в благословение или проклятие. Надо задуматься о том, что сейчас в месяц Эллу написано, что если у мира есть хозяин, и он сказал, что приближается время великого суда, человек должен это осознать. Рассказывает историю, когда на похоронах сказали, вот человек простудился, все там стояли, печалились и умер. И сказал Рав Шмулевич, нет, это не так. Он простудился намного раньше, в Рошашана, когда был вынесен приговор. Все, что произойдет за год, все решается именно в Рошашана и в месяц Эллу в конечном итоге. Эллл это финиш года. И одновременно подготовка к новому старту в Рошашана, который наступает потом уже. Значение слова, корня Эллла, это причина, что мы получим в следующем году, напрямую зависит от итогов этого. А итоги подводятся в Эллле. Так что Эллл это последняя возможность итоги года подправить. Поэтому он и называется месяцем возвращения. Потому что у человека должны вернуться мозги. Немножко он должен в панике сказать себе, что подожди, подожди, я не только сейчас подвожу этот год, а я формирую следующий год, я формирую свою судьбу, своих окружающих на следующий год. Так, конечно, у меня есть возможность, я сейчас сделаю еще вот это, вот это, возьму такие обязательства. Улучшу там что-то в чем-то, в дзаке, в учебе. Ну, просто в духовности какой-то. То есть я докажу наверху, что я не просто так здесь поедаю и перевожу все в навоз. Я что-то делаю. Вот с этим надо, чувством написали мудрецы, что с этим чувством человек может выиграть все. Брахавы от слаха. Блэп.